Это не то слово был дождь, ливень был, дождь. Я ссовала, сколько раз смотрела. Ну вот, пожалуйста, нигде не протекло, нигде. Ни одну ночь Зинаида Якубенко провела без сна. Это стало уже привычкой. Как только начинался дождь, брала ведра, тазы, тряпки и защищала от воды имущество. Но на этот раз можно было не волноваться, крыша в доме больше не течет. Изменилось еще бы, не изменилось. Все сделали. Молодцы ребята. А то мы бы, наверное, зимой у нас было бы. Ужас какой был. С потолков у жильцов этой двухэтажки в горелках лило с конца мая. Тогда подрядчик по программе капремонта начал менять кровлю. Сняли старый шифер, натянули пленку, но дальше дело не пошло. Когда начались дожди, часть квартир затопила. Люди пытались достучаться до районных властей, связаться с руководством подрядной организации. В итоге обратились к Алексею Дюмину. 7 июля в Рио губернатора сам приехал инспектировать ход работ. Тогда же на место вызвали министра строительства ЖКХ Тульской области, начальника госжилой инспекции, главу округа, руководителя фонда капремонта. Я не вижу, что здесь капремонт. Это имитация ремонта. Вообще элементарная имитация ремонта. Я не строитель, но я вижу, что здесь идет имитация ремонта. Но это неправильно. Это разгрузяется, это халатность. Алексей Дюмин ситуацию назвал недопустимой и поручил в кратчайшие сроки капитальный ремонт дома завершить. Руководитель фонда капремонта и глава Зареченского округа получили тогда строгий выговор. Сегодня лично приехали контролировать выполнение работ. Наши сотрудники, в том числе, обывали каждый день. Мы смотрели, как проходит ход работы. Он проходит согласно графику. На данный момент кровля закрыта. Сейчас устанавливается организованный водосток к системе снеговодержания. Вчера при проливном дожде протечек не было. Теперь в доме на улице Большая в горелках в подъездах стоят новые железные двери и пластиковые окна. Рабочие заканчивают покраску фасада. Система отопления смонтирована и готова к опрессовке. Но главное – крыша больше не течет. Работы пока примонты этого дома завершены на 99%. Говорит руководитель подрядной организации. Утверждают в том, что от первоначального срока отстали больше, чем на месяц. Виноваты недобросовестные субподрядчики. Неудачная бригада мне попалась. Подведены на люди. Вот и все. Сейчас на крыше работают 12 человек. Наняты две дополнительные бригады. В течение двух дней обещают закончить работы по капремонту и вывести мусор. После этого подрядная организация начнет косметический ремонт квартир. За счет фирмы в порядок приведут пять комнат, которые пострадали из-за протечек. Акты уже готовы. Сейчас идет составление смет.